25-летний Евгений Кондратьев выслушал приговор за тройное убийство с особой жестокостью, которое произошло на проспекте 60-летия Октября в Саранске. Ночь 1 июля 2017 года. Застолье, трое мужчин 68 и 51 года и 30-летняя женщина. А дальше, как это бывает в пьяных компаниях, конфликт. В ходе него Кондратьев решил избавиться от всех, кто находился в квартире. И способ выбрал по-настоящему зверский. Взял нож и нанес около сотни ножевых ранений на троих. Выжить не удалось никому. Причастность Кондратьева была доказана многочисленными уликами. В суд это резонансное дело ушло сразу по нескольким статьям. Слишком богатым оказалось криминальное прошлое. Так, в июне 2017 года осужденный встретил на улице свою бывшую сожительницу. В ходе возникшей ссоры он ударил ее, а через некоторое время похитил из кармана ее брюк полторы тысячи рублей. Спустя непродолжительное время, через несколько дней он встретил свою бывшую сожительницу на улице, после чего завел ее в подъезд многоэтажного дома, где, угрожая убийством, совершил ее изнасилование. Кроме того, было установлено, что в июне того же года он ударил работницу продуктовым магазином. Несмотря на молодой возраст, Кондратьев только за год до произошедшего освободился из колонии, где отбывал срок за грабеж. В ночь, когда было совершено массовое убийство, он был настолько пьян, что когда вышел из квартиры, уснул прямо на лестнице. Там его и задержали полицейские. Жертв могло быть и больше, говорят следователи. Просто Кондратьев не заметил спящего в соседней комнате мужчину. Один из участников застолья, когда увидел, что осужденный совершает противоправные действия в отношении 30-летней женщины, то есть он пытался ее убить, он пытался пресечь его противоправные действия. В результате осужденный решил совершить убийство и этой женщины, и мужчины, который попытался ему предотвратить его действия. В результате им двоим он нанес более 70 ударов ножом по различным частям тела. После чего он вернулся в соседнюю квартиру, где решил совершить убийство третьего мужчины, так как полагал, что тот сообщит о произошедшем в правоохранительные органы, после чего тот может быть задержан. Все погибшие проживали на одной лестничной площадке в соседних квартирах. Уже после преступления жильцы дома рассказали, что вся компания часто выпивала, и такой исход событий стоило ожидать. Во время следствия в отношении Кондратьева была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила его вменяемость в момент преступления. Учитывая, что в деле фигурировала статья о половой неприкосновенности, весь процесс был закрытым. Решением Верховного суда Мордовии по совокупности всех преступлений Кондратьев был приговорен к пожизненному лишению свободы.